Всем привет! Вы по-прежнему на канале Парасветок и с вами по-прежнему я, Анна Пашкевич. И тема сегодняшнего видео о том, что же делать с рассадой огурцов после того, как семена взошли. Конечно же, посеять огурцы на рассаду это самое простое. Затем необходимо обзавестись терпением на ближайшие 3-4 дня, когда наши растения поднимутся. И после этого стоит обязательно выработать определенный оптимальный план, который позволит получить качественную рассаду. Как видите, у меня на столе стоят огурцы, которые относительно в одинаковой фазе развития. Это 5-дневная рассада, которая была высеяна нашим контент-менеджером Евгении. За это ей большое спасибо. Но очень часто можно встретить такую картину, когда мы высеваем семена и ждем равномерных всходов. Но по каким-то причинам, возможно, это биологические, физиологические или сортовые особенности. Или это какие-то нюансы от производителя приходят. К нам с семенами. Когда наши растения начинают всходить неравномерно. Тогда первое, что нам необходимо сделать при неравномерных всходах. Это емкость, в которой помещены наши семена. В нашем случае это кассета. Поставить в более глубокую какую-то емкость. И пленку, которой мы накрывали нашу рассадную емкость. Перенести ее на, например, ящик. В который мы поставим эту кассету. Таким образом мы сохраним оптимальные условия влажности для тех семян, которые еще всходят. И сохраним жизнь тем растениям, которые уже взошли. То есть они не будут упираться в ту пленку, которая будет лежать на вот этой вот маленькой кассетной ячейке. После того, как наши растения полностью все взошли, мы начинаем их адаптировать к тем условиям выращивания, в которых они собственно и находятся. Зачастую это наша обычная квартира с сухим воздухом. А огурцы это те растения, которые любят повышенную влажность до 90%. Поэтому нам необходимо постепенно снимать пленку или сдвигать стеклышко. Буквально адаптируя растения каждые 2 часа. И после того, как мы проведем последовательную адаптацию нашей рассады, можем не опасаться за то, что она начнет болеть. Следующая часть нашего оптимального плана это обратить внимание на тот объем емкости, в который мы выращиваем рассаду огурца. Если мы выращиваем рассаду, например, как в наших случаях в кассетах где-то объемом 50-60 мл, то в среднем этой кассеты хватит для того, чтобы наши растения в ней росли в ближайшие 2 недели. И затем необходимо или выносить в теплицу, или увеличивать площадь питания. Если, к примеру, мы высеем наши огурцы в более объемной емкости, как в данном случае это тоже специфическая кассетная рассада, но здесь стаканчики объемом 260 мл, то в среднем этого объема хватит на 3 недели. Если же мы будем выращивать наши растения огурцов в рассадных стаканах, например, объемом 450-550 мл, то такого стакана в среднем хватит на 26-30 дней выращивания. Конечно, не обязательно использовать специализированные рассадные стаканы. Можно использовать любые емкости подходящего объема, а это для огурца оптимально 0,5 литров, для того, чтобы спокойно высеять семечко и через месяц его вынести в защищенный грунт. Следующий пункт оптимального плана по выращиванию рассады огурцов это то, что она, как и вся наша рассада, нуждается в освещении. Если у вас, как и у нас сейчас, снег, постоянное отсутствие солнца, то наши растения, к сожалению, испытывают сумерки, то есть им не хватает освещения. Поэтому лучше всего использовать дополнительное освещение в виде фитоламп на протяжении 14-16 часов. Если у вас нет возможности досвечивать рассаду, то как минимум необходимо раздвигать наши растения, для того, чтобы они не соприкасались своими листиками, то есть у них не было конкуренции хотя бы за источник освещения. Также поддержание определенной влажности в грунте будет являться одним из определяющих факторов по развитию качественной рассады. Огурцы являются теми растениями, которые любят повышенную влажность, но нет необходимости их заливать. Поэтому оптимальным будет являться выращивание нашей рассады в стаканах с прозрачными стенками, когда мы можем даже по внешнему виду стакана смотреть, насколько увлажнен грунт. С поливом нашей рассады огурцов можно вносить в грунт различные грибные полезные препараты. Например, препараты на основе триходермы. В частности, препараты фирмы Профит, которые вы можете приобрести в интернет-магазине Процветок. Помимо того, что триходерма будет защищать наши огурцы от специфических корневых гнилей, также она будет способствовать более интенсивному разрастанию корневой системы. И это видео я хотела бы закончить пунктом того идеального плана, который относится к питанию. В частности, все питание, которое необходимо семени для прорастания и распускания семядольных листьев, уже в нем присутствует. Поэтому до формирования первого настоящего листа мы ничем не подкармливаем рассаду огурцов. Поскольку максимальное количество времени, которое огурцы могут провести в рассаде, всего лишь один месяц, то тогда и питание мы можем провести один, но максимум два раза. Первую подкормку рассады огурцов мы будем проводить через 7-10 дней, если мы выращиваем огурцы на протяжении месяца. И вот первую подкормку мы можем проводить путем внесения по листу какого-нибудь комплексного удобрения или, например, кальцинита. Если мы будем проводить подкормку по листу, то тогда будем растворять 5 грамм удобрения на 10 литров воды. А если мы будем говорить про проливание под корень, то тогда из расчета 10 грамм на 10 литров воды. Вторую подкормку, которую мы можем провести на рассаде огурцов, необходимо выполнить за 5-7 дней до предполагаемого времени высадки в грунт. Оптимальным удобрением может выступить сульфат магния или монофосфат калий из расчета 10 грамм на 10 литров воды и проливание нашей рассады под корень. Ну а если вы не выполнили подкормку по листу, а решили покормить растения непосредственно перед высадкой в грунт, тогда можно совместить и внесение сульфата или монофосфата и кальцинита. Если у вас не найдется кальцинита, можно взять аммиачную селитру. Но дозировки будем уменьшать в 2 раза. 5 грамм, например, аммиачной селитры, 5 грамм сульфата магния, смешиваем в 10 литрах воды, проливаем нашу рассаду и через 7-10 дней вносим ее на постоянное место жительства. Что я вам сказать? Какие они все красавчики! Желаем вам такого же плодоношения, как у этого огурца. Да? Это видео я заканчиваю пожеланиями стабильного плодоношения всех культур, которые вы выворачиваете в своем огороде. Оставайтесь на канале. Всего вам хорошего. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...